Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрировал аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первой ссылке ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй же тебя ждет золотой кейс, который ты сможешь открыть и то, что тебе выпадет, заберешь себе на свой новый аккаунт. По третьей ты сможешь получить випку и пушки неон. Также недавно была открыта четвертая ссылка, где ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Если ты прожаренный парень, ты сможешь забрать весь донат со всех этих ссылок. Также в описании будет ссылка с гайдом, где ты всегда сможешь забрать себе халявный донат. Начни играть по этим ссылкам и огромная остатка, качественный отгиб и реально клевый аккаунт тебе гарантирован. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега и я наконец-то приехал отдохнувший и счастливый. Наконец-то зашел в Warface и понял то, что в нем довольно много всего интересного произошло, а на самом деле нет. Но были, честно говоря, несколько интересных моментов, но все же я сегодня хочу по большинству опять же обсудить Синдикат. Потому что пока я отдыхал, глотался пивом, жарил шашлычки и все же несколько интересных мыслей по поводу Синдиката проскочило. Кстати, в этом видео для своих подписчиков разграет три допуска к Синдикату. Если у вас уже есть или не нужен, то вы получите боевые очки или кредиты, что при участии в этом конкурсе. Всего лишь ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Первое, что я заметил, зайдя в Warface, это то, что мне наконец-то вернулись мои кредиты. Зайдя в коробки удачи, я понял то, что, честно говоря, мало что есть нормального покрутить. Всякие магма, глоки, это, конечно, все интересно, но не то, что я на то, что я буду тратить деньги. В общем, многовато жалоб я услышал, когда сами кредиты вернулись 1 апреля. Люди пытались, даже нихрена в игре особо не было, вот нифига нету, чего можно покрутить. Но люди все равно находили, что же все равно можно покрутить. Крутили, у них был какой-то баг, то, что у них либо не попадал этот предмет на склад, либо просто списывались абсолютно все бабки. Много жалоб я на вас слушал свои лички вконтакте, и я немножко охренел. Ведь техподдержка это все дело игнорировала. Но надеюсь, друзья, у вас все будет нормально, и админы все вам вернут. Ведь не нужно забывать то, что офигенный новогодний запой у админов до сих пор продолжается. Но тем, что мы немножко побомбили, думаю, это все дело улучшило. И хотя бы пару трезвых сотрудников они оставили следить за Warface. По поводу коробок удачи, я давно уже говорил, что пора вот эти сраные коробки удачи, которые добавляют по акции, которые вот новые, вот добавили в новую СМГ. Какой, сука, смысл, что она полежала 7 дней в игре? Не у всех есть возможность заходить каждый день. Я только что, например, приехал, и у меня уже нет возможности снова ее покрутить. Я, конечно, успел ее покрутить, но какого хрена? Зачем добавлять новое оружие? Или какие-то статы, какие-то картинки, права покупать? Для того, чтобы добавить это оружие на одну ни- 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 на хрена. Давно не понимаю, в чем проблема. Добавить абсолютно все эти коробочки удачи на постоянного стола, чтобы они были доступны к прокрутке навсегда. Добавив новое оружие, оставляйте. Ну, если оружие имбовое, как берета, калика, добавляйте их по какой-то акции, чтобы это действительно была акция. Вау, вернули ту пушку, надо быстрее ее покрутить. Потому что акции сейчас происходят абсолютно почти каждый день. Добавляют какое-то говно. И реально люди иногда не понимают, что эта пушка реально говно. Ее добавили, оно было говном, оно осталось говном. Ну, люди смотрят, видят, это акция, нифига себе. И пытаются покрутить, не понимая, что это на самом деле говно. Как вам идея того, чтобы эти сраные коробки удачи, особенно которые новые не добавляют, добавить на постоянной основе. Только редкие версии оружия именно добавлять по акции. А теперь мой любимый синдикат. Как вы понимаете, скорее всего, его уже не улучшат. Максимум, что там могут улучшить, это увеличить шанс тот, увеличить шанс этот. Естественно, награды, дизайн, они уже не будут менять, потому что это поздно. И Михаил Хаймзон дал, наконец-то, понятный ответ, почему они сделали подобное говно. Мне больше было интересно, почему они думали, что это настолько будет охрененно. Ведь я слышал от админа, что это будет самая лучшая DLC. И мне интересно, почему именно они так думали. А все очень просто. Миша спалился, когда сказал, ну, Фортнайте же на это не жаловаться. И понятное дело то, что они попытались стырить эту идею с Фортнайта. Кто не знает, в Фортнайте есть боевой пропуск, его покупаешь за те же 600 рублей, не помню, за сколько его покупал, но там у тебя открывается огромная куча возможностей. Тебе там нужно прокачать 100 уровней, и за каждый уровень тебе будут давать что-то уникальное. То есть тебе там за какой-то уровень, например, за последний могут дать самый редкий скин, который никогда, нигде вы больше не получите. Вот кто-то играл на третьем сезоне, получил скин Джона Вика. Никогда больше никто его ни хрена не получит. Этот скин только тот, кто апнул этот сотый уровень, или апнул там 70 уровень, тоже скины эмоции всякие даются, всякие приколюшки, награды. Только тот, кто купил этот пропуск. Они реально уникальны, они реально охрененно клёвые. Админы, конечно, увидели успех Фортнайта, нифига себе, 8 миллионов человек единовременно в него играет. Твою мать, может быть это всё из-за боевой пропуска? Давайте мы тоже так сделаем. Среди Варфейса и Фортнайта есть маленькое различие, то, что эти сраные скины и эти сраные пушки нихрена не уникальны. Пушки-синдикаты, пушки-карбоны, это всё херня, это и так в игре можно получить, все эти камуфляжи можно будет абсолютно всегда, абсолютно в любое время купить на торговой площадке, вообще никаким образом не затрагивая эту механику игры. Потом, когда я увидел в Фортнайте подобные задания, например, спуститься куда-то, открыть какие-то сундуки, убить три человека из дробевика, я понял то, что там действительно какой-то грамотный человек составляет эти задания, потому что вы прикиньте, что нужно сделать в Варфейсе, выиграть семь доминаций, действительно, иногда даже на вот это лёгкое вроде бы задание ты тратишь целый сраный день, чтобы выполнить задание в Фортнайте, я трачу, ну, от силы катки две, и то это мне настолько приятно, потому что задание там настолько лёгкий, поблагодарить водителей, сука, автобуса, убить два человека из дробовика, прыгнуть куда-то там, запайтиться, это очень, сука, легко, когда ты смотришь на задания в Варфейсе, ты понимаешь, чтобы выполнить эти задания, у тебя жопа сгорит раз 50, не меньше, когда в Фортнайте-то всё спокойно выполняется, потому что задания там довольно лёгкие, и почти за каждую свою игру ты будешь получать опыт, V-Bucks и всё остальное, а что, разве в Варфейсе такое есть? Да, ты можешь получить пушку и продать её за 40 кредитов, ну, не вариант, что ты её продашь, а может быть, ты хочешь себе забрать эту пушку кредитов, боевых очков ты не получаешь, точнее, в прошлом DLC ты получал боевые очки, и ты мог потратить её на всё, что угодно, сейчас ты, да, можешь получать боевые очки, даже можешь тебе повезти и выпасть 10 боевых очков за катку, ну, нахрена тебе эти боевые очки, зайдите в этот DLC, там нихрена за эти боевые очки купить нельзя, я реально пожалел, что я купил столько боевых очков, я, правда, мне всё равно придётся ещё дозакинуть, чтобы выполнить недельные задания, потому что сам я их просто выполнять не буду, мне говорят, Серёга, давай на мужика, ты это говно, в Фортнайте я могу на мужика сам взять и качнуть сотый уровень, там великолепные задания, куча наград, в Варфейсе на мужика я могу только подорвать свою жопу, потому что такие задания выполнять я лично не буду, и единственное, что тут можно это делать, это качать сраный уровень за то, что ты можешь получать какое-то говно, или выполнять эти сраные задания за бабки, открытие кейсов, сбор оружия, улучшения, оперативники, всё это нихренашеньки нет, когда раньше ты падал тебе какое-то боевое очко, ты мог даже просто одно боевое очко потратить на лотерею, и тебе реально могло выпасть 4000 боевых очков, 10 000 боевых очков, где это сейчас, этого всего нету. Так вот, Миша, ответ на твой вопрос, ведь в Фортнайте на это не жалуются, почему не жалуются? Я вроде разложу тебе всё по полкам, почему в Фортнайте на это не жалуются, и почему жалуются на это в Варфейсе? Честно говоря, всё равно эта фигня, больше всех жалуются, это потому что мы видели лучше, мы видели великолепных оперативников, мы видели боевые задания, великолепных просто ещё каких-то других оперативников, сейчас этого нет, когда за те же самые деньги ты мог получить огромный ивент, в котором много всего ты мог делать, сейчас этого всего нету. Почему отказались от оперативников? Это было великолепно, когда человек просто с телефона мог заходить и пытаться выиграть какую-то награду, пытаться прокачать своих оперативников, Даже в Киеве сделали ну хрен с ним Это тоже самый оперативник, но он в любом случае Что-то мог пассивно тебе приносить В этом же DLC нету подобного Вы спросите меня, буду ли я ждать следующий DLC Естественно буду, потому что после такого Что мы разгромили, что мы показали Что нам нихрена это не нравится Мы назвали это полным говном Разложили по фактам Почему синдикат говно И надеюсь, будущее DLC будет годным А единственное, что сейчас они могут улучшить Это добавить в какую-то мини игру Хотя очень сильно сомневаюсь, что они действительно Добавят какую-то мини игру, но будет прикольно Или увеличить какие-то шансы Падения боевых очков, улегчить задания Или что-то подобное Дорогая администрация, пригласите ютуберов к тому Когда вы будете создавать новые DLC Вам действительно подскажут, что хотят люди Почему они в это играют Почему они это покупают Fortnite, Fortnite Да вы не играйте ни хрена в Fortnite Кто играет в Fortnite, он охреневает Потому что понимает, что там боевой пропуск Это действительно крутая вещь В Warface, это ни хрена не крутая вещь Да, абсолютная власть, Киви Было в принципе неплохо Но все равно там как-то слишком много трудных заданий Слишком забабки Но все равно это было как-то клево Если ты играл в игру, ты мог это все купить И все равно потихоньку проходить И получать какие-то бабки Так что, друзья, если вы согласны, поддерживайте это видео лайком Пишите ваши комментарии Подписывайтесь на мой канал С вами был Серега Спасибо огромное за просмотр Зацените игру, которая будет по ссылке в описании Надеюсь, вам понравится Она абсолютно бесплатная Это шутер по типу Пабга Счастливых выходных, друзья Увидимся Пока